процессе расскажу слайд номер один звук вокруг это слайд не просто так здесь появился дело в том что в этой фразе мной наверное сформулировано все на свете вся философия наша профессия дело в том что звукорежиссер это человек который не может не заниматься звуком то есть если вы вдруг застались себя за тем что вы настраиваете звук у бабушки радио там или на вечеринке где-то на домашней самоизоляции пытаетесь настроить себе более качественный звук или вы приходите к другу там или еще в общем если вы занимаетесь пытаетесь настроить звук везде это первый как бы первый симптом то что вы укушены звукорежиссер звукорежиссером и обратного пути нет кроме как пойти на наш курс что же что же такое профессия почему я занимаюсь и больше чем 20 лет на самом деле два слова расскажу о себе а я династии ну как бы представитель династии звукорежиссеров отец мой звукорежиссер брат младший тоже учился в авгике как и я я 2000 2001 году поступил в 2006 окончил гиппо факультета звукорежиссура по курсу звукорежиссура учился у замечательных мастеров это роман тортоваз дочка зарян а звук которого вы можете слышать таких фильмах как ландыш серебристый алла наумова бег например тигран 43 и владимир ивановича шаруна ну одну из самых известных работ это сталкер тарковского и якуба значит клатоза значит очень и эти люди когда я с ними познакомился я понял что я готов у этих людей учиться не только звука но и быть человеком очень важно что сама профессия она подразумевает человеческую чуткость то есть человек не будет заниматься этим целым звуком если он пристально не умеет прислушиваться присматриваться к этому миру поэтому в целом компании звукорежиссеров ну то есть режиссеры очень интересные люди все немножко конечно с прибавка с прибабахом но очень чуткие чувствительные тонкие интересные и я и это важный момент я молодости понял еще что именно эта профессия сможет мне дать не только хлеб но и возможность развиваться бесконечно в течение жизни потому что я смотрю на своего отца я с ним коммуницирую каждый день фактически и каждый день он мне звонит и горит лёша я значит там новый микрофон купил или починил там или еще а вот у меня там звук а вот я настроил он концертный звук режиссер а вот я поработал это бесконечно и это замечательно потому что нету нету поверхностного отношения есть глубина и именно об этом наш курс дело в том что вы часто можете встречаться как бы встречать информацию из разрозненных источников частичными обрывками какие-то все говорят как нужно делать а зачем никто не говорит и а зачем нам рассказали собственно наши мастера и я в течение своей жизни как бы аккумулирую этот опыт трансформирую его буду говоримую для студентов форму мы с нашим педагогическим составом разжеванную так скажем да уже подготовленную сформулировали в годичный курс я могу сказать что результаты нашего труда вы можете посмотреть на шоу реле который по ссылочке там конце будет и могу сказать что фактически из людей которые не имели никакого отношения к звуку или слабо имели иногда к нам приходят лингвисты не знаю работники авто мастерских самых разных айтишники самых разных профессий люди которые знаете как почувствовали что они как я вначале говорил не могут не заниматься звуком все кто все люди которые это почувствовали велкам значит карьерные возможности ну я могу сказать следующее что интуитивно в 2000 году а рынок звука и вообще музыки в россии был настолько как бы ну его не было на самом деле и уже тогда я занимаюсь музыкой понял что в россии очень сложно будет заниматься музыкой всегда ну либо ты должен стать супер звездой или быть или как-то а парень из провинциального города мало имеет шансов вообще в москве выжить питаясь зарабатывая музыкой поэтому я выбрал другую профессию параллельно звукорежиссура звукорежиссура в кино в кино это производство в первую очередь и всегда существует бюджета и достаточно приличная мало того это производство связано с ответственностью это финальный этап работы над картиной кинокартиной то есть очень важный и начальный на самом деле это такой как готовка и съемка об этом попозже поговорим и финальный как пост-продакшн дальше уже просто кинотеатр поэтому вот этот процесс он емкий продаем ки он ответственный и делится на несколько специализаций так скажем вот которые описаны у нас с вами на презентации это звукорежиссер кино здесь я два слова скажу дело в том что в отличие от голливудской традиции к режиссеры в российской кино режиссер в россии это человек который все от начала до конца делает делает звук картине то есть он и разработал поработал с режиссером на этапе подготовки разработал сценарий и придумал как оборудование какое нужно взять и пошел записал чистовую фонограмму на съемках потом он систематизировал отдал монтаж потом принял из монтажа пошел пост-продакшн он сидит и озвучивает делает синхронные шумы решает продюсирует и в итоге результатом его труда является ну как правило многоканальный звук да это крайне разница с подходом американским голливудским где я каждый специалист очень узко специализированы заточенной и делает только свое маленькое о своем маленькое дело но делать лучше всех как бы лучше всех мире например мы можем назвать как идя рекордист то есть человек который работает до записями актеров это поле артиста по-русски это артист записи синхронных шумов артист потому что действительно эта профессия очень творческая она комплексная когда мы поступали в агик мы сдавали 7 экзаменов которые были следующими это было три собеседования музыкальное тестирование звуковое тестирование и слуха и и рецензии на фильм это также была физика математикой на секундочку сочинение и английский язык то есть это на профессии для тех у кого работают оба полушария и но также она является очень творческой поэтому многие ну как бы специализации носят такое при приставку как артист артист синхронных шумов это звук режиссер который записывает все звуки которые привязаны непосредственно к изображению то есть там человек пошел на шаги или человек положил в кадре ручку снял очки все все эти звуки до озвучиваются как правило и для этого нужен специальный творческий подход это такая очень интересная достаточно редко и достаточно высокооплачиваемая профессия а также мы можем увидеть что у нас есть важные такие моменты как ассистент звукорежиссера например это вроде как не не такая популярная кажется что эта профессия чуть ниже рангом там как нет брат не знаю на самом деле абсолютно нет это такая же сложная интересная очень мужская физическая профессия ну как бы требующая физических сил умений не знаю какой-то шустрости до мало того казалось бы при ставках коммерческих два раза ниже чем из режиссера в целом ассистенты могут иметь несколько ну как сказать скажем режиссеров пули до которых приглашают на съемки и пока у одного зуб режиссера идет один проект ассистент зуб режиссера работает на нескольких и в целом получается то на то и выходит что некоторые мои ассистенты зарабатывают даже больше чем я то есть в целом для работы в профессиональной уже сфере мы к этому идем и могу сказать по прошлому году ноябре конце ноября студенты нашего курса выпустились там практически 12 или 13 человек и в декабре как правило было бывает жара рабочая то есть максимальное количество проекта в году все хотят успеть до нового года что-то снимается новогодние и мне нужна была помощь как бы я хотел ребятам предложить работы в общем даже никого не нашел все были заняты все работали уже по специальности я считаю что это одно из преимуществ именно нашей программы дело в том что я сам режиссер из кино очень многие профессиональные режиссеры это мои либо друзья либо ученики и наш педагогический состав это практикующие специалисты топовые звукорежиссеры мы чуть дальше пойдем посмотрим какие они фильмы делали вы поймете и соответственно многие из наших учеников идут дальше продолжают карьеру уже непосредственно с этими специалистами хотя конечно мы не гарантируем вам трудоустройство очень зависит от каждого из вас а вот я уже сказал немножко преимуществах нашей программы дело в том что программа мной усовершенствовалась усовершенствуется каждый год мы делаем постоянно работа над ошибками и результат все время растет как и по объективным критериям до качества работ улучшаются так и по удовольствиям удовлетворению студентов в этом году удовлетворение составило там порядка 98 процентов по отзывам самих студентов значит мы в первую очередь даем комплексный подход моя задача сделать так чтобы за год человек переобулся чтобы он стал мыслить как звукорежиссер перестал мыслить как нормальный человек и стал осизать и слышать этот мир особенно чем какие особенности что же такое особенности мышление режиссера я могу сказать вам по секрету в отличие так уж сложилось просто сама физика звука природа звук такова что она распространена во времени нету но если мы картинку воспринимаем сразу вот вы видите моментально зеленый цветок или вот так он оставит меня им а нам не надо спорить не о цвете не а предметности да нет даже не о существовании этих предметов кадре момент моментально распознаем и идем дальше со звуком так не происходит со звуком ты проводишь время ты слушаешь каждый звук и пока ты его не послушал целиком и понять ничего не смог то есть в этом ключе единственная возможность не состарится до окончания проекта это складывать звуки в голове научиться взаимодействовать со своим подсознанием в котором находится основная масса знания звуки и вытаскивать их на поверхность сознания и уже там оперировать то есть по большому счету каждый звукорежиссер в своей голове складывает сцены фильмы и звуки первую очередь и потом уже методом как бы интуитивного и точечного выбора до складывает звуковые фактуры значит наши как я уже сказал наша специализация очень разнообразная каждый может найти под свой темперамент так скажем профессию до или специализацию дело в том что какие-то люди более экстравертированные для них возможно она очень им понравится работа на съемочной площадке всегда работа со съемочной группой с артистами это не минуты покоя это живое общение это кайф в общем магии кино кто-то более интровертированные любят сидеть на студии когда вы никто не трогает один с фонами внимательно с популезно замечательно я и то и то люблю люблю чередовать люблю на съемках выходить летом на землю идти пост-продакшен церковь или продолжать учить в общем я сам такой же я сам не могу перестать заниматься звуком ежедневно и сам также не могу перестать преподавать именно поэтому я думаю что я на своем месте ну мы уже поговорили тут немножко о карьерных возможностях да значит принципе обучение принципе обучение заключается в том что я в первую очередь заметил ему как профессионал я обязан знать как устроено восприятие человека для того чтобы оперировать его вниманием делать звук так чтобы он работал соответственно я прекрасно понимаю что любому человеку для начала его карьеры и жизни дневного направления надо сначала к этому привыкнуть человек не может получать чувства моментально раз влюбился раз там заплакал раз это человека чувство рождается и эти и эти чувства рождаются тоже во времени понимаете здесь есть непосредственная связь между физикой звука и психологии рождения чувства у человека и для того чтобы мы с вами начали разговаривать на одном языке для того чтобы вы друг с другом начали разговаривать на одном языке я понял что в первом семестре очень важно объединить семантические поляра то есть сделать один язык для этого мы сделали обширную очень крутую теоретическую программу по физике звука по психоакустике по ну касающийся звука на этих лекциях мои студенты сейчас не популярны это но им деваться некуда с александром голик он не запалуешь с нашим они пишут лекции как по старинке рукой и сдают экзамены то есть это нужно для того чтобы люди чтобы ваши мозги привыкли к этим словам к привыкли к этим понятиям и вы начали начали с этим спать непосредственно да как известно сон очень хорошо влияет на свое освоение информации данные и переработку значит важно что в первую очередь на нашей программе мы ее построили таким образом чтобы студенты выпускники дипломники были абсолютно совместимость индустрии чтобы индустрии их как чужеродный элемент не не боролся с ним поэтому у нас жесткие достаточно стандарты введены стандарты на софт все студенты и все дипломы делаются только ави про туз дело в том что все студии постпродакшен в россии и мире и построены именно на этой базе вот про туз это отдельная история эта программа самая древняя программа одна из первых программ позволила работать непосредственно с аудио они генерированным компьютерным 8-битным 16-битным а непосредственно сэмплами 1 мульти трекер и она помимо классное звучание и функционала очень подходящего для работы с изображениями именно она еще и несет некую философию то есть дело в том что программа как бы если ты используешь продукт грамотно используешь ты фактически защищен от того чтобы защищен от неудач так скажем гарантированно ты можешь быть уверен что ты начал проект про тузы и его там же закончил без потери производительности без потери качества звука это очень очень важно то есть профессионал ну как бы профессии это стабильность признак мастерства как говорится да а второй и мощнейший отличительные истории вообще мшк в целом от всех других школ является огромное количество практических занятий и практики этому посвящено наше второе полугодие второй семестр если я не ошибаюсь школа снимает порядка 400 проектов ежегодно на которых участвуют все студенты нашей школы включая за режиссеров конечно и такой важный момент что за это время в зависимости от вашей активности и желания как бы вы можете познакомиться с огромным количеством будущих профессионалов таких же как вы и уже я знаю многие наши выпускники дальше не вместе с работавшись продолжают профессиональный путь и делают классные фильмы успешно значит это очень очень важно дело в том что школа проделать огромную огромнейшую работу представляете 400 проектов но фильмов короткометражных администрировать обслуживать обеспечивает ресурсами кстати вот о ресурсах у нас огромная и очень хорошая ресурсная база она создана спроектирована мной тоже исходя из реальных производственных индустриальных стандартов например все петлички у нас микрофоны петлички и радиосистемы фирмы сенхайзер те эволюции серии это младшая серия но тем не менее на ней работают половина профессионалов и абсолютно она дает нужное качество петлички серии тоже gold нас тесные сотрудничество с сенхайзером это достойные микрофоны абсолютно для чистовой фонограммы значит микрофоны у нас есть и стерео микрофоны и микрофоны пушки тоже компании сенхайзер 416 а есть какой-то парк микрофонов октав есть стерео микрофона 418 и длинные пушки короткие пушки удочки зум и все это для студентов абсолютно бесплатно вариант или вы резервируете и пользуетесь мало того можно всегда взять комплект например поехать записать фон и сделать синхронное звучание все что нужно в вашем распоряжении это очень важно мало того вы не просто на каких-то приборов знаете делаете а потом выходите и как пара на новые ворота в инстрии смотрите на новый рекорд отдали микрофон не умеет пользуясь так такое бывает а здесь вы со знакомым оборудованием дальше будете работать это важно значит если есть вопросы вы задавайте коллег на него с удовольствием буду отвечать вот немножко я коснулся нашей программы непосредственно мы за обучение несколько раз проходим полный цикл производства звука это важно первые разы никогда не получается все такое очень как сказать все совершаете по вы ошибки естественно и потом мы полномерно проводим работу над ошибками делаем домашние задания и выходим на несколько уже таки более серьезных проектов торсающихся криткометра это реклама это это учебные короткометражки и дипломная работа это полноценный короткометражный фильм там 10-15 минут либо ресаунд дизайн то есть для тех кто видит себя больше как саунд дизайнер потому что мы все-таки факультет звукорежиссуры и саунд дизайнер тот может выбрать себе взять какой-то отрыв из блокбастеры или мультик и переозвучить полностью от начала до конца пройдя путь и что важно дело в том что школа опять же выделяет ресурсы студийные часы я хотел сказать что кроме того вот про съемки сказал 400 проектов ежедневно студенты могут быть заняты каждый выбирает по своей занятии кто-то работает кто-то не работает если человек не работает он может просто круглосуточно заниматься этими проектами получать практику фактически и более более 100 смен на всю группу фактически это по 4 ну по 4 где-то смены на каждого в год это только практические работы плюс еще по около четырех или пяти смен на выполнение дипломов студия то есть всю работу вы будете проходить технологический путь который будет ничем не отличаться от профессионального как делают профессионалы точно также будете и вы у вас будет реферс мониторинг у вас будет мои консультации у вас будет все что нужно для того чтобы потом спокойно работать с профессионалами вот и не тушеваться ну а вы наверно почитали тут название наших предметов это не весь список целом но алексей она звучит вопрос здесь насколько вот при такой нагрузке реально совмещать учебу с работой но у нас отличный вопрос у нас все индивидуально некоторые люди могут раздваиваться некоторые нет я могу сказать следующее да возможно программа составлена таким образом это вечернее образование два вечера и один как правило выходной это суббота воскресенье учебные там с 11 до 6 значит можно совмещать реальную работу сейчас работал все больше на удаленке я думаю для многих это новый как бы этап новые возможности а то есть ты бы работал там на этом же компьютере ты установил про тулсы сидишь учишься значит кто-то у нас в течение года меняет профессиональную направленность то есть он учил работал допустим медицинской сфере и там девушка да и она может в течение года начать зарабатывать уже звуком такое бывает достаточно часто кто-то увольняется с предыдущей работы но а люди которые освободили год только для профессии для своей не секрет что для того чтобы нужно чтобы стать профессионалом нужно 10 тысяч часов нужно порядка четыре года четырех лет потратить но если ты интенсивно участвуешь в этом ежедневном вот я например ежедневно занимаюсь звуком как минимум ну пару часов ежедневно я делаю звук на протяжении всей жизни если я нахожусь москве и не на карантине то это естественно студия это съемки это так или иначе учеба консультации и так далее и предела нет можно 24 на 7 но совмещать особенно поначалу можно и программа это предусматривает и вот второй вопрос программа на компьютере я так понимаю речь идет о софте проходит с английском или русском языке все преподавание у нас на курсом на курсе на русском языке но профессиональный софт конечно английском и профессиональный язык английский нужно знать на самом деле ничего сложного термины достаточно часто встречаются они ограничены объем их и я уверен что кому даже на ухо там в этом смысле медведь наступил то он сможет освоить достаточно без проблем технические звук учтежки английский вот во всяком случае я не думаю что это должно восстанавливать значит что касается пойдем дальше что касается взаимоотношений дело в том что кино 10 я же говорил это конкурсное искусство искусство совместное и главная его особенность в том что ты ничем кино не может сделать один вот нужно нужно взаимодействие межцеховое взаимодействие межличностное нужно его настраивать оно не всегда просто как бы везде всегда люди действуют с позиции авторитета да иногда нужно отстаивать свой авторитет иметь обо всем этом конечно студентами говорим и вы можете сейчас на табличке увидеть в целом карту взаимодействий с кем вы будете идти с кем вы должны взаимодействовать для того чтобы получить классные для всех результат да вот я чуть-чуть ошибся 200 проектов год но я просто может быть немножко старую информацию или возможно сказать не совсем точную дал потому что много много мелких занятий будет 200 проектов год но это просто огромный-огромный процент вообще от всего что производится аудиовизуального в россии то есть студенты мчк прям существенный процент производит проектов вот я спутал 400 съемочных смен год плюс 100 смен у нас на студии практически практически но понимаете в году два раза меньше дней 250 смен в павильоне это все правда 160 выездных смен ресурсные базы я уже немного сказал да у нас также можно у нас лежит для саунд дизайнеров какие-то девайсы в ориентале это порт мс-20 версия но хитро подключаемые так что она звучит здорово я вам потом расскажу как это сделать у нас есть синтезаторы и сэмплеры фильма ролланд любезно предоставленные у нас есть цифровые пульты то есть есть разного рода штучки кайфовые вот которые можно использовать значит что войдет в портфолио действительно это не ограничивается этим списком вот но в том числе у нас рекламный ролик музыкальное видео это пожелание и если того она требует как правило клипы не совсем нуждаются звуки но есть клипы со звуком и конечно это игровой это дипломный фильм достаточно серьезная работа некоторые желающие особенно желающие могут сделать его в многоканальном формате 5.1 попробовать себя вообще большим взрослым звуком достаточное количество диплома делается многоканальным и все для вас ну как бы все вся инфраструктура для этого есть значит либо можно как я уже сказал сделать ресаунд дизайн на первый взгляд это такая ну чё подумаешь это мультик сделать это сложно подставить что-то и каждый думающий так все так думают сам дизайнеры сейчас я за месяц управлюсь в итоге переделывают по три-четыре раза для того чтобы найти свой стиль для того чтобы сделать это на уровне не хуже чем людей ночи чем профессиональные стандарты и в этом вы убедитесь по позже посмотрим наш наш рил ну вот немного о преподавателе значит основными преподавателями у нас является александр голиков это звук режиссер тоже более чем 20-летним стажем он начинал так звук режиссер концертных программ работу с большими группами потом стал теоретиком преподает сейчас в канаде германии пишет научную работу периодически туда уезжает и на мой взгляд обладатель эксклюзивной такой программы по физике звука по психоакустике в общем теоретический монстр наш это владимир приамов это один из отцов российской звук режиссуры за пришел перезаписи многих фильмов которые вы видели это мастодонт нашего звука очень рад что несколько лет назад присоединился к нам и наш команде значит это никита ганкин звук режиссер фильмов салют кислота что-то про любовь по моему это его значит это и пьян пути лин звук режиссера режиссер звукового монтажа и кого еще илья чечеринс сергей мразиевским режиссеры записи тонны шумов который научит вас шуметь на студию делать это классно и незаметно и натурально самое главное вот и по-моему всех назвал да если назвал сейчас помню а и конечно андрей рыжков замечательный мульти специалист преподаватель непосредственно саунд дизайна плагинчиков все он преподает еще нескольких школах том числе московской школе музыки в общем потрясающий разносторонний и талантливый человек очень интересная ведет сам дизайн уже фактически в конце года во втором семестре уже в тот момент когда вы обвели навыки работы со звуком практически и уже его странные ну вы как бы его эксклюзивные знания про генерацию звука синтез про непосредственно саунд дизайн как сделать помощь плагина там не знаю заводящиеся моторные лодку там танк выстрелы там и так далее все он рассказывает уже когда наши студенты готовы к кого же мы ждем я в самом начале начал с того что мы ждем самых заинтересованных пусть бывает люди приходится совершенно с нулем знаний про это но как правило такого почти не бывает потому что проснуться и захотеть стать режиссером если ты ну не знаю там машинист электровоза странно и сложно никого не встречал но если ты имел когда-либо ну если вы имели когда-либо контакт с музыкой как то ходили музыкальную школу любом случае у вас может возникнуть желание двигаться дальше и расширить свои компетенции не в сторону музыкального или там знание гармонии а в сторону звука качество звука для меня музыка это кроме как дело чести это еще и дело качественного звука в целом это основной критерий которым я например слушаю музыку если на первом занятии я ставлю свою любимую группу с потрясающе качественным звуком и мы от этого только мы начинаем отталкиваться уже дальше по понятное дело луфай тоже имеет свои прелести но для меня луфай это всегда способ а превратиться в хай фай и звук и как бы одна из теней одна из грани значит поступление у нас не такое страшное но я обязательно я думаю я придумаю вам какой-то испытательный задание в этом году вот чтобы вы пришли подготовленная а и мы имели сразу возможность о чем-то говорить как предмет разговора о всех нюансах поступления вы можете узнать наших девушек координаторов и действует достаточно школа очень лояльно к абитуриентам и студентам в этом плане есть какие-то рассрочки есть кредитование очень много всех условиях вы можете узнать о наших координаторах для на этом подробно останавливаться не было значит ну вот и наши выпускники имели возможность некоторые из них сразу впадали в первый ранг уже профессии да уже либо выходя из стен московской школы кино либо еще находясь были такие случаи ребята уходят на студии на смысле продолжают учиться но они уже работают на студии где-то и заработать профессионально деньги ну вот подошла у нас это далеко не весь конечно набор фильмов это какие-то последние наверное нам стоит перейти к вопросам судя по всему слушая вас да алексей вот спрашивают что должно входить в портфолио так понимаю наступительных экзамен а ну пока об этом рано говорить мы обязательно разместим на на сайте какие-то требования вот но я могу сказать что все что угодно для меня важен повод для разговора понимаете когда мне выходят приходится ну выпытывать зачем человек пришел странно мне кажется да если у вас есть музыка вы заполняете анкеты перед поступлением китай ссылки на творчество вообще что я должен с этим ознакомиться для того чтобы я смог предметно с вами поговорить задать вопросы вот для того чтобы почувствовать что вы свой человек потому что для меня очень важно я это часто подчеркиваю что очень важно не обмануться самому не начать человек поучить потому что это все таки и моя жизнь и и время и потом столкнуться с тем что человек не будет никогда работать в профессии и в то же время вас не обмануть если я вижу что человек ну про не про ориентированные да я ему об этом скажу и может быть даже уговорила не делать этого бывают такие случаи потому что ну очень важно чтобы мы были в одном такте шли и было взаимопонимание соответственно просто предмет для разговора все что вы хотите чтобы я посмотрю еще такой вопрос если например нет опыта работы музыкальной редакторах можно попробовать поступить можно можно попробовать поступить можно учиться мало того если вы девушка то у вас гораздо больше шансов быстро все освоить почему-то девушки гораздо более усидчивые целесовремленные в общем многие из тех кто поступил ничего не знал делали замечательные потом дипломы и снова показывали себя очень хорошо у нас достаточно подробная программа по протузу пошаговая вот если ну если очень захотеть может в космос полететь в общем да мы берем новичков даже тех кто не очень разбирается в сорте иногда это даже лучше у человека нету каких-то эти стереотипов и из чистого листа правильнее знаете я вот иногда странного обучения я не обещаю из вас сделать профессионалов естественно за год это невозможно сделать но руки поставить как знаете на инструменте могу и собственно эта цель сделать так чтобы вы сами уже отделяли информацию правильную от неправильной торектного от ненужной шума да и чтобы вы с самого начала у вас будет возможность самого начала делать процесс верно если вы будете хорошо учиться и случиться преподавателей значит и иногда мешает иногда прошлый бэкграунд мешает человеку знаете когда уже человек научился неправильными пальцами там или кривую скрипку держит ему гораздо сложнее переучиваться и хочу напомнить конечно что с каждым годом со всеми и со мной в том числе мы теряем когнитивную возможность обучению вот хотя у меня нет никаких абсолютно рамок возрастных у нас учились люди которые только что школу закончили в этом случае они не получают официального диплома такого знаете они получают дополнительного образования с правом перри профессиональной деятельности это все таки мы как дополнительное образование на базе высшего образования работа но они но это ничего не значит на самом деле они получают от нас такой же там диплом другой формулировкой и больше этот диплом наверное с полочки не берут потому что диплом на самом деле ничего не значит значит связи значит компетенции значит и так далее вот и также у нас учились люди там с 18 до 40 плюс спокойно то есть главное чтобы у вас горели глаза еще такой вопрос есть ли возможность расширить портфолио в процессе обучения конечно ну вряд ли у вас будет на это время у нас очень интенсивно некоторые у меня спрашивают там а можно и два диплома сделаю и еще не я говорю да конечно можно только у вас не получится еще ни у кого не удавалось на самом деле два дипломных проекта сделать это только новичку кажется что это просто реально это огромный так я думаю так как мы уже коснулись темы саундрива я наверное сейчас в чат отправлю как раз ссылочку и все кому интересно посмотреть вы можете потом после слова правил скажу да дело в том что это достаточно произвольная выборка то есть там 5 или 6 роликов и о это по годам там с пятнадцатого года по включительно по 19 я начал специально с последних работ 19 года это фильмы коллаборационные эти фильмы сняты нашими студентами полностью не только звукорежиссерами вообще всей школы а дальше идут как раз сам дизайнер проекты и в общем каждый год мы получаем где-то порядка 12-15 классных дипломов они в целом ну вот на том уровне на котором плюс-минус на том уровне который вы видите конечно я постарался выбрать лучшие самые скорее интересную точки зрения описания вот нашего процесса или конечного результата для вас а так существует еще очень много достойных также работ я обычно делаю еще в конце ноября открытую защиту на которые можно прийти посмотреть реальная работа и показываю нашим студентам работа предыдущего курса в общем вы будете я очень уверен на самом деле что вы будете приятным посмотрите что люди могут делать за один год не каждый раз не верится а я так вообще могу очень многие мои ученики превзошли меня в профессиональной сфере я этому дико рад считаю что так и должно быть некоторые из моих учеников у нас преподают в общем это такой жизненный цикл но я может быть не самый лучший звукорежиссер конечно я работаю в основном с короткими формами это реклама и даже не фильмы но то чему я вас и учу потому что вы очень сложно прям сразу выскочить большое кино это не то что невозможно я уже говорил много раз что ребята занимаются сразу сразу серьезными фильмами полнометражными да я не говорю кстати что наверное неправильно можно здесь меня понятия не говоришь что претриметражки это несерьезно это такой же точно такой же процесс только немного уменьшены в ресурсах и во времени вот и но зато я наверное ну я короче очень долго занимаюсь звуком в этом году будет 20 лет официально у меня первая запись трудовая книжки 18 лет это звукорежиссер звукорежиссер доме политпросвещения сейчас мне 38 и в этом году будет и фактически юбилей и может и в следующем году я надеюсь выпустить я точно не считал но уверен что количество моих студентов выпущенных за все время моей практики предавательской будет более 100 так что такие так у нас здесь еще есть вопрос если какие-то связи курса с гейм-дизайном и звуком для компьютерных игр вы знаете нет на данный момент уже нет раньше у нас преподавали замечательные видите ермаков и дима патраков которых захантили в гуанчжоу они сейчас живут уже а делают там звук для игр в общем дата из mail.ru дело в том что это мы убрали эту направленность в связи с тем что она мало имеет отношение к это очень узкая специализация мало имеет отношение к кино в целом это больше программирование и просто практика показывает что из всего курса на эти занятия ходят два-три человека вот и собственно лишать ну мало им дать например меньше там 10 лекций это ну ни о чем то есть ничему не научишься да а занимать такой объем у остального курса тоже нецелесообразно поэтому я принял решение что мы сосредотачиваемся в целом на кино звукорежиссуре и на звукорежиссуре ну прикладной да касающейся самодезайна вот это немножко не то с чем сталкивается супережиссер гейминдустрии но тем не менее те знания которые вы получите они фундаментально будут будут полезны вам если вы захотите заниматься гейм аудио многие из наших выпускников работают в игровой индустрии мало того ничего не мешает даже сейчас открыть вайс там или открыть анрил торнамент анрил движок или допустим fmo там и есть огромное количество бесплатных туториалов на этих на сайтах на сайтах на сайтах производителя звукового движка и вы можете сами научиться посмотреть там и так далее то есть это все в доступе нет необходимости для этого изобретать еще один курс food а дигляния этот курс будет иметь связь с работы с модернами синтезаторами евро рек бук и тому подобное Нет, мы не занимаемся музыкой. Музыка — это Московская школа музыки. Но Андрей Рыжков вам покажет принцип синтеза и на плагинах там, но это ничем не отличается абсолютно, и вы сможете эти знания применять. А так нет, у нас не песочница, не детский садик, простите за такую формулировку. Это жесткие профессиональные и индустриальные стандарты. Это наш курс призван делать профессионалов, которые смогут делать кино, ну там, полнометражное или какое-либо. И, собственно, индустрия нуждается в таких людях. Я в некотором смысле аффилирован индустрии, аффилирован ребятами, которые нуждаются в новых мозгах, новых руках и просят меня стандартизировать, научить их работать в профессиональной киноиндустрии. Спасибо. В эту ссылку зайдете на наш сайт или на наш YouTube и все сможете посмотреть. Вот. Кроме того, мы надеемся, что сможем еще что-то проводить онлайн. Покажу вам наградку, Дельский. Короче, раритет и лучший в мире магнитофон ленточный. Я могу сказать следующее, что когда я начинал свою карьеру, как режиссер цифрового аудио просто не существовало на самом деле. И первые свои фильмы мы делали на пленке по-настоящему, как технология, то есть и записывали на эти магнитофоны. Не было ни мини-дисков, ни на компьютер нельзя, не было портативного аудио. И все писалось, вот бегаешь с 10-килограммовым таким аппаратом на шее. И, конечно, сейчас очень классно, что ли, в современном мире жить, когда ты делал моно-звук на пленке. В общем, за 10 лет, за 20 лет мы пережили технологическую революцию. И я и наши преподаватели принимали в этом вообще непосредственное участие. Так, там последний вопрос, давай быстренько ответим по поводу того, какие будут задания на вступительных. И еще один, кстати, вопрос прилетел, насколько заполнена профессия в индустрии, насколько нужны люди. Вы знаете, мы каждый год немножко корректируем программу под запросы индустрии. Иногда они, ну, нужно больше самодизайнеров, иногда вот сейчас очень много, очень есть запрос на... Запись чистового звука. Я могу сказать следующее. Профессионалы нужны везде. Компетентные люди, приятные люди, оказывающие хороший сервис, адекватные, нужны везде. Москва, такой город, он на самом деле низко в конкуренции. Потому что как только ты можешь что-то по-настоящему, ты всегда найдешь себе применение. Вот. Не было ни разу такого, чтобы человек был кайфовый, чтобы он был профессионалом, компетентный, горящий. И вдруг он там не знал, что ему есть там или еще что-то. То есть, конечно, очень многое зависит от вас, но место есть. Иначе не было бы смысла этим заниматься. Мы нет в том числе. Так, ну и если что, я тогда сама отвечу на вопрос у вступительных. В общем, всю информацию вы можете как раз найти у нас на сайте. Да, кстати, задавайте Насте вопросы. Она участник, ученик мой этого курса. Она, как никто, знает изнутри, как действительно, как все происходит. И я думаю, с удовольствием вам ответить. Да, поэтому, если что, не стесняйтесь, пишите. Обязательно найдемся. Я вам все расскажу уже с позиции человека, который проходит первый год обучения. И на самом деле невероятно рад этому.